Всем привет! Сегодня на обзоре Huawei Wireless Card Charger 80 Вт. Это беспроводное автомобильное зарядное устройство от Huawei, соответственно мощностью 80 Вт. Оно вышло приблизительно в марте 2024 года и пришло на смену 50 Втной модели. Моё знакомство с автомобильными зарядниками и держателями смартфонов началось с покупки беспроводной зарядки предыдущей модели на 50 Вт. Которую я заказал в декабре 2024 года на Озоне. После месяца ожидания в январе я получил её в пункте выдачи и пошёл домой делать распаковку. Подключил к сети с помощью комплектного блока питания на 66 Вт от Huawei Mate 50. Поставил его на зарядку и всё заработало как надо. На смартфоне появилась индикация быстрой зарядки на 50 Вт, а вентилятор закрутился. На следующее утро, когда я поставил смартфон заряжаться, поведение беспроводной зарядки изменилось. После установки смартфона зарядка вроде начиналась, вентилятор работал, но по прошествии нескольких секунд всё выключалось. Смартфон переставал заряжаться, а вентилятор выключался. Так продолжалось циклично. Также она перестала отдавать смартфон при прикосновении к сенсорам по бокам. К слову, я пробовал разные блоки питания и подключал родным блокам от сети автомобиля. После этого вернул её продавцу. Почитав отзывы, я понял, что не единственный столкнулся с проблемой. Конечно, моё впечатление испортилось. Мне всё ещё была нужна такая зарядка, а покупать ещё одну не хотел. Мало ли она тоже сломается. К тому моменту, январь 2024 года, прошла новость о запуске беспроводного зарядного стенда мощностью 80 Вт. Я подумал, что Huawei выпустит такое же зарядное устройство в автомобиль, и не ошибся. Анонса новой модели на европейском, а уж тем более на российском рынке, не было. Поэтому я полез на Алиэкспресс и действительно увидел там новую беспроводную зарядку и сразу заказал. Данная модель анонсирована вместе с серией смартфонов Huawei Pura 70 с мощностью беспроводной зарядки 80 Вт. В комплекте находятся гарантийный талон с инструкцией, само устройство, крепление с клейкой основой, крепление на решётку воздуховода и кабель питания с переходником под автомобильную розетку. Существенно изменилась конструкция крепления устройства к воздуховоду. Раньше это была прорезиненная в месте контакта прищепка, которая могла болтаться в горизонтальной плоскости и, судя по отзывам, даже выпадать из решётки, что, конечно, доставляло неудобства. В обновлённой же модели это кронштейн с крючком. Крючок цепляется за ламель решётки и жёстко притягивает механизм крепления на три точки опоры, что абсолютно исключает какие-либо движения. Думаю, такой способ крепления будет надёжнее. Однако из-за подобной конструкции может потеряться универсальность. Ведь не у всех автомобилей, особенно современных, с их минималистичным дизайном, есть решётки воздуховода. Но на этот случай можно использовать крепления с клейкой основой, которые можно закрепить как на стекле, так и на гладких поверхностях интерьера автомобиля. Диаметры шаров всех креплений обеих моделей одинаковы и равны 17 мм, так что можно использовать старую прищепку совместно с новой моделью. Также изменилась форма беспроводной зарядки. Теперь поток воздуха выходит не из средней части зарядки, обдувая только верхнюю часть смартфона, а из нижней. Поток воздуха формируется самим корпусом зарядки и задней панелью смартфона, выходя в верхней части, охлаждая одновременно оба устройства. Зарядка имеет две катушки мощностью по 80 Вт. Как я понимаю, две катушки необходимы для совместимости с разными смартфонами. Верхняя катушка используется большинством смартфонов, а нижняя необходима для складных, например Huawei P50 Pocket Edition. Когда мы хотим поставить смартфон на зарядку, она считывает до него расстояние и открывает зажимы. Происходит это благодаря инфракрасному оптическому датчику, расположенному в центре верхней катушки. Для изъятия смартфона необходимо прикоснуться к любому из двух сенсоров, расположенных по бокам устройства. В сенсоры встроены светодиоды, сигнализирующие о состоянии зарядки. Кронштейны имеют прорезиненную нескользящую поверхность, а подставка снизу разделена на две части, чтобы не блокировать порт зарядки смартфона. Таким образом, это устройство можно использовать и со смартфонами без беспроводной зарядки, просто как держатель. Huawei K080 имеет два встроенных суперконденсатора, ионистера, общей емкостью 1 фарад, позволяющих в течение 30 минут после отключения питания разжать лапки и достать смартфон. То есть даже после выключения зажигания машины можно без проблем автоматически достать смартфон. Однако, если вы пришли слишком поздно и конденсаторы разрядились, всегда можно достать его вручную, зажимы подпружинены. Питать устройство можно как с помощью порта Type-C, так и по проприетарному разъему. На Type-C можно подавать от 5 до 20 вольт, ток до 6 ампер. В комплект входит блок питания для автомобильной розетки, входное напряжение 12 или 24 вольта, ток до 10 ампер. Он имеет провод, на конце которого находится разъем для подключения к устройству, и выход Type-A на корпусе, который выдает 5 вольт 2 ампера. С его помощью можно подключить, например, навигатор или зарядить смартфон. Правда, не так быстро. Huawei K080 поддерживает быструю зарядку на совместимых смартфонах Huawei. Также заявлена совместимость с iPhone 15, 14 и 13. Быстрая зарядка мощностью 50 или 80 Вт на смартфонах Honor и других брендов может не поддерживаться. Mate 50 с мощностью беспроводной зарядки 50 Вт заряжается с 30 до 80% за 30 минут. Однако скорость зарядки может уменьшаться, например, от повышенной температуры и включенных потребителей на смартфоне, таких как навигатор. Зарядка подключена комплектным блоком питания в автомобильную розетку. При такой конфигурации устройство используется в автомобиле каждый день уже более полугода, и никаких проблем в работе с технической части не выявлено. При подключении держателя от сети блоком питания Huawei на 66 Вт зарядка смартфона начиналась и появлялась индикация 50-ваттной беспроводной зарядки, максимальной на Mate 50. Однако сам процесс шел очень долго, а зарядка иногда и вовсе останавливалась. Я предполагаю, что из-за 30 градусной жары в тот день устройства уходили в защиту по температуре и приостанавливали заряд. Это скорее можно отнести к плюсу. Еще один интересный момент. Когда телефон полностью заряжен, вентилятор без воротной зарядки отключается, чтобы не отвлекать своим шумом. Однако при включении экрана смартфона вентилятор включается. Это необходимо для охлаждения при работе. Например, когда навигатор сильно нагревает его. Также очень полезные функции. Теперь перейдем к креплению за решетку воздуховода. Вся конструкция вместе с зарядкой держится довольно крепко, но на неровностях немного шатается. Через неделю использования решил проверить, как держится крепление за воздуховод. Оно немного ослабло, решил подтянуть и сломал. Не стал открывать спор на Али. Просто заклеил эпоксидной смолой. Стало даже прочнее. После этого поставил машину и забыл про этот узел. Все держится и не ослабевает. Huawei Wireless Card Charger во втором поколении приобрел немало улучшений, включая увеличение мощности, изменение систем крепления и охлаждения. Он оказался полезным приобретением в свой автомобиль, включая в себя как функцию держателя, так и функцию зарядника. На этом у меня пока все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok